Образ жизни левша. Когда-то маленькая девочка Ира не понимала, что особенного в том, что она хватает игрушки, ест кашу и пишет первые буквы левой рукой. Придя в советскую школу, она столкнулась в буквальном смысле с миром правшей. Лишь в 1986 году Министерствами здравоохранения и просвещения СССР были приняты официальные документы в защиту леворукового письма и охраны здоровья леворуких детей. А в наше время еще и отмечается Международный день левши. Мои родители внимательно отслеживали образовательный процесс и следили за тем, чтобы я все делала правой рукой. То, что касается школьных обязанностей, у моих взрослых получилось меня переучить. В бытовом плане я по-прежнему осталась левшой. Таких людей, как Ирина Ароновская, называют амбидекстры. В ходе выработки и тренировок они в равной степени используют правую и левую руку в быту и самообслуживании. А вот исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гошкова можно назвать истинным левшой. По статистике леворукие люди чаще добиваются успеха в профессии и стремительно поднимаются по карьерной лестнице. Они нестандартно мыслят, что позволяет решать самые сложные и запутанные проблемы. Я вот такой и, собственно, почему-то они задумываются, мешают, помогают. Мне удобно, родственники привыкли, почерк не страдает, мозговые функции, мне кажется, тоже. Праворукие люди – это люди, в первую очередь, цифры, люди конкретных формулировок, ну и, собственно, больше про какие-то прикладные истории. Ну, в свою очередь, там люди, которые там левши, соответственно, это правое полушарие. Правое полушарие отвечает, в первую очередь, за речь, за воображение, за фантазию и, собственно, именно за перспективы, за планы и за планирование. В определенных профессиях или даже в спорте быть леворуким очень даже выгодно. Левше ценится в фехтовании, теннисе, боксе. Ульяновский спортсмен Альберт Малямов является участником этапа Кубка Европы и чемпионата мира в составе сборной России по фехтованию, а также серебряным призером чемпионатов ПФО. Быть левшой для него – значит обескураживать соперника. На самом деле, весь факт заключается во внезапности. То есть, соперник обычно не готов к тому, что против тебя будет стоять соперник левша. Если в фехтовании, например, это как-то может нивелироваться тем, что ты в целом более подготовленный. Например, на остальном теннисе – это просто факт внезапности и все. В мире творчества и искусства левши встречаются особенно часто. Рафаэль, Микель Анджело, Джеймс Камерон, Селин Дион, Стинг, Пол Маккарни, Леди Гага, Эминем, Ринго Стар. Список можно продолжать долго. Знаменитые гитаристы Курт Кобейн и Джемми Хендрикс даже играли на левосторонних гитарах. А вот известная ульяновская исполнительница на Малой Домре Татьяна Пермякова играет на инструменте в классическом хвате. Она также истинная левша. Татьяна вспоминает свой первый приход в музыкальную школу и реакцию учителя на то, что маленький музыкант взял сразу инструмент в зеркальном перевороте. Когда она дала мне его в руки, я помню, что, естественно, я его взяла и, соответственно, взяла в другую сторону. Так как я левша, педагог озадачилась и говорит, ну, придется нам с тобой, девочку, переучиваться, потому что ты ни в один оркестр у меня не сядешь. Впоследствии Татьяна не только стала играть в оркестре, но и окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. С точки зрения медицины леворукость не является отклонением. Такую особенность человека, к примеру, как и абсолютный слух, можно отнести к способностям гораздо больше познавать мир. По исследованиям доказано, что когда-то, очень давно, на заре человечества было примерно одинаковое количество левшей и правшей. Но затем, когда происходило развитие ремесел, вот примерно к тому периоду, когда люди научились обрабатывать бронзу, уже стали выкристаллизовываться, так скажем, большее количество людей праворуких. Ну, видимо, на тот момент это как-то было удобнее в связи с той деятельностью, которую человек ввел. Международный день левши ставит своей целью обратить внимание производителей различных приспособлений и оборудования на универсальность, а также адаптацию для левой руки. К сожалению, сегодня до сих пор весь мир обустроен для удобства праворуких. Стать левшой в течение жизни на короткое время можно и правше. Как правило, это необходимость, если травмирована правая рука. И все же левшами не становятся. Левшами рождаются.